Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на потасау 10 уровня Forge B. Не самая такая популярная потасау, на самом деле не так-то ее часто можно встретить в рандоме, но на самом деле она довольно любопытная, даже мне после этого боя самому захотелось на ней поиграть. Ну давайте узнаем, насколько же она хороша. И также друзья, хочу порекомендовать вам набор клюет, с помощью него вы можете получить такие премиум танки, как Т-103, Ребел 2 РСЗ, СУ-122-44, Хавитанк номер 6, ТХ-5 Опыт и многие другие плюшки ждут вас. Рекомендую им воспользоваться, действительно хорошая такая вот вещь, то есть без проблем можно получить себе премтехнику. Ссылка в первом закрепленном комментарии. И также выигрывайте золото, для этого в комментарии нужно указать свой игровой ник и досмотреть данное видео до конца. Итак, друзья, давайте посмотрим новости. Запуск Стального Охотника у нас в марте уже, ну то есть 15 марта, то есть понедельник продлится он до 22 марта. А вот линия фронта будет запущена только в июле, в августе. Из этого можно сделать вывод, что в принципе нам как бы разработчики дают понять, что никакого фарма серебра в ближайшее время не будет. Я говорю, конечно, про линию фронта, которая является, ну по крайней мере раньше являлась главным таким вот фарм-местом. Но ваги, возможно, вообще хотят это убрать, потому что слишком халявная кормушка, так скажем. И вот эти вот все события, которые были запущены, ну они наверняка связаны с тем, чтобы игроков подтолкнуть к донату. И также, друзья, у нас чертежи, на них можно теперь уже в магазине приобрести всякие разнообразные ценности. Но крайне рекомендую подумать дважды, даже, наверное, трижды, прежде чем тут что-либо покупать. Потому что цены очень большие, на самом деле требуется очень много чертежей. И я вот что-то сомневаюсь, что ваги прям такие добрые и пушистые, что вот они организовали все это для того, чтобы игроки такие вот счастливые побежали менять эти чертежи и получили себе профит. Вполне возможно, что чертежи в дальнейшем очень сильно понадобятся. И чтобы опустошить ангары игроков, ваги вот таким вот хитрым способом сделали вот этот вот магазин. То есть, где игроки будут покупать, все разное. Некоторые, даже очень многие игроки будут без разбора хватать все, что не попадя. И в итоге потратят все чертежи. Далее, друзья, новый премтанк. Да, именно премтанк полноценный. Это у нас СТРВК. Действительно, первый, похоже, премтанк девятого уровня. Почему я так решил? Ну, дело в том, что, ну, как бы, характеристики некоторые поменяли этому танку. Это прямо изменения очень свеженькие, тепленькие. И тут у нас сменили тег этого танка с акциона на премиумный. Поэтому это очень, вероятно, премиум танк девятого уровня полноценный. Из этого всего следует то, что вот эти вот все черные рынки и другие события связаны только с тем, чтобы игроки как можно больше потратились. Потратили всю голду в том же черном рынке и так далее, там, на Новый год. Чтобы они также потратили серебро. Чтобы у них было мало сейчас серебра. Премтанк нужен какой-то годный. А тут, на тебе, девяточка, как бы, подкатила новенькая. И, я думаю, это только начало. Как я и говорил раньше, еще в прошлом году, ну, премтехника девятого-десятого уровня, это не что-то такое вот, ну, невероятное. Это вполне реальность. Поэтому все вот эти вот события, в первую очередь, связаны с тем, чтобы подготовить игроков, так скажем, к, конечно же, выходу новой премтехники. Ну, это такое мое мнение. Что поменялось? Разброс от движения поменялся в лучшую сторону. Разброс от поворота ходовой тоже апнули. Разброс от поворота башни вот тут вот на самом деле ухудшили. Разброс на 100 метров 0.32, стал 0.33. Время сведения было 1.73, стало 2.21. Это нерв. Основной снаряд теперь с подкалиберного сменен на бронебойный. Бронепробитие бронебойным снарядом было 249, стало 252. Бронепробитие снарядом на 500 метрах с 212, стало 242. Бронепробитие под калибером было 298, стало 310. Вот это интересное, на самом деле, хорошее бронепробитие для танка 9 уровня. Ну и на расстоянии 500 метров под калибер пробивает уже 282, было, стало 290. Начальная скорость подъеда снаряда была 1008, стало 1080. Ну и мобильность была 46.93, стало 3129, скорость поворота шасси это. Ну и в целом, можно сказать, что вроде бы танчик-то имбовый получается. Ну или, по крайней мере, неплохой. Посмотрим, как оно будет. Добрый день, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня давайте поиграем на сайте Водхаб. Но для начала хотел бы вам показать вот такую вот интересную новую фишку в данном сайте. Теперь, помимо бесплатного розыгрыша, ну вот сейчас разыгрывается 2500 голды и 30 дней према, есть новая раздача очень ценных и разнообразных призов. Занять место можно за так называемую энергию. Энергия добывается при открытии кейсов, там 10% от стоимости кейса идет в энергию. И потом с помощью нее вы сможете открывать, тут вот, ну как не открывать, а имеется в виду, участвовать в розыгрыше разнообразных призов, при этом очень ценных. Например, сейчас это премиум танк ВК-7501. Тут даже написаны последние победители, кто выиграл. И также написаны участники, то есть, вот все открыто как бы. Так что попробуйте, поучаствуйте, возможно, вам повезет. Ну а я начинаю играть, открывать коробки или кейсы. Начинаю я с кейсов инкогнито, потому что считаю их, наверное, все-таки одними из лучших. Сейчас, о, отлично, 5000 рублей. Это мы, естественно, сразу забираем без раздумий такую хорошую сумму. Ну и, в принципе, пока что все нормально идет. То есть, ну, я считаю, если уже с первой попытки, ну, вот, оправдались те средства, которые я положил, то уже все, ну, замечательно, можно так сказать. Вряд ли что-то поменяется. То есть, ну, если даже и дальше будут мне падать какие-то какие-то не очень хорошие призы, хотя ситуация наоборот. Посмотрите, как мне везет. Выигрываю ренегата за 2000 рублей. Невероятная удача, конечно же. Продаем все это дело обязательно. В общем, пока что все хорошо тут у нас получается. Так, продаем. Пока что все шикарно выглядит. Так, 15 рублей. Ну, это все, все просто замечательно сегодня. Вообще грех жаловаться. По полной программе идет прогресс. Ну, вот и все, в принципе. Так, посмотрим баланс. 8000 рублей. Итак, друзья, очередное сотрудничество Wargaming'а с, в общем-то, еще одной такой вот компанией. У нас она, правда, малоизвестна. Называется она Hasbro, если я не ошибаюсь. Это производитель игрушек. Внезапно. С чего это вдруг? Ну, соответственно, некоторые такие вот у нас будут появляться товары в игре, которые связаны с этой компанией. Вот, например, экипаж специальный. Сделанный по подобию некоторых там игрушек, популярных в Америке. У нас, конечно, мало о них знают. Такие вот 3D-стилы, например, для танка, по-моему, Т-54, первый образец. И для танка ТС-5. Стилы таких вот, знаете, зеленых солдатиков, которые раньше были. Ну, и, в принципе, все это нам не столь, наверное, интересно. Единственное, что если вдруг можно будет это получить бесплатно, все-таки, каким-либо образом, то тогда да, можно будет задуматься об этом. И, друзья, конечно, у нас еще скоро стартует такое вот знаменательное событие, как боевой пропуск уже 2021 года. Наконец-таки не прошло и два с половиной месяца, и мы, наконец-таки, увидим боевой пропуск с такими танками, как Объект 705А, 121, Т110, Е3. Можно получить будет 3D-стилы для этих танков и специальный экипаж. А вообще, пройдя все это, вы получите много халявы. Но учтите, что проходится все это очень долго. Соответственно, событие будет, естественно, очень такое вот длительное по времени. Но зато можно получить и премиум-аккаунт 69 дней, до 7 950 000 серебра, до 3 единиц трофейного оборудования, также 6 обычного оборудования на выбор, 3000 бон, до 16 жетонов боевого пропуска, на которые можно покупать танки 9 уровня. Ну, в принципе, тоже полезная такая вещь. Также 3 уникальных 2D-стилы, до 3 персональных учебных пособий, каждая из них дает 850 000 опыта, до 144 личных резервов, до 240 фрагментов чертежей и до 3 членов экипажа. В принципе, подарки нормальные, ну, как подарки, награды имеются в виду. Я лично считаю, что боевой пропуск все-таки тема, потому что, ну, нет, не нужно там играть там непонятно где, непонятно в каких режимах. Ты просто обычно играешь в рандоме на любом танке, который тебе там нравится, и, соответственно, выполняешь по пути вот эти вот задачи разнообразные. Можно бесплатно как бы их выполнять, там бесплатная часть есть, весьма, кстати, прибыльная. Можно еще и докупить там платные компоненты, платные как бы призы и при выполнении заполучить все это. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели. Всем удачи, всем пока. Продолжение следует...